всем привет друзья превью к видео записываю на телефон так как на камере звук плоховатый но основную рыбалку придется конечно записывать на камеру несмотря на то что пишется плохо значит приехал сегодня на речку возле дома ну здесь вот поселок рядышком на той стороны тоже поселок он может рыбачить на удочке я сейчас подкопаю живца и приедет напарник мы двинемся туда вниз по реке в сторону бумбуя ближе к тем местам будем ловить сегодня на лимана закидушки с колокольчиками как всегда поставим колокольчики будем ждать вечером поклевочки ну и собственно утром снимемся и поедем домой всем приятного просмотра друзья надеюсь сегодня рыбалка будет хорошая добрались мы до места проведения рыбалки вон здесь козочки дикие ходят и дочки сейчас товарищ опять у меня уехал там по другим делам я иду ставить закидухи место такое но невзрачное дороже и везде бревна палки там короче будет ставить не очень удобно но надеюсь на лим будет подготовил первую закидуху к установке и начат насаживают за хвост по-другому чуть-чуть раньше насаживал за жаберную часть от за хвост вот больших ой все пойдет забросить закидухи коротенький совсем по 10 метров а стало стало хорошо пускай стоит ловит ловит на лимах следующий буду также ставить и на за хвост у меня закидухи с одним крючком бы многими да почти все ставят по два крючка но я ставлю с одним чтобы охватить большую акваторию налим как бы есть но все равно его не так много чтобы прям везде ловился он сейчас поставлю вторую потом подключусь закидушку 10 на наставлю берег вообще если русским языком сказать то жопа поставил я друзья примерно 20 закидушек еще закидушки товарищи ну всем стук осталось сейчас вот он деревня у нас там где мы сегодня будем ночевать и там поставлю возможно ночью проверю на колокольчике вот смотрите какая канала выше человеческого роста как-то получился сейчас вот сделали мостик чтобы проезжать а вот там он стояла лужа весной и какой-то человек видимо решил подпустить эту лужу в реку ну вот подпустил получился такая канала короче грунт здесь мягкий но такой глина песок больше песка чем глины мой канал промылось весь раньше он там он грязюк а здесь был ну хороший объезд и объезд теперь по мостику сделали по мостику наложили бревенах канала вот такая каждая деревня был совхоз колхоз земли обрабатывались вот почти в каждой ферме была вот такая скважина это скважина тоже забита советском союзе и она по сегодняшний день дает воду вода скважина очень глубокая вода пахнет водородом но она полезна и пить ее можно попью водички пойду на станку и дали как пандоре весь даже сверху фонтан тоже выбивает воды а прям запах такой сероводород и стил воды леденючая только с рук надо пить замечательно я пойду обратно первая сработка у нас на колокольчик сейчас будем вытягивать смотреть вот и свете на близко не подходи не на по берегу свете идет налим сопротивляется однако возможно даже 22 крючка стоит посмотрим вот попался вот один небольшой и зацепил еще соседнюю закидушку гаденыш смотал закидухи под смотал рая тут рядышком так вторую проверяем тоже поднесло ее маленько по перехлестнула сейчас посмотрим что у нас тут возможно тоже есть налимчик нет это пустая и крючок пустой оба так все одно сработка но налим дергает подтянем его тоже по всей видимости зацепил другую закидуху возможно возможно и нет подходит где-то к берегу резвенький резвенький товарищ а тоже небольшенький такой на килограмм на килограммчик но дай-ка фонарик ударил обратной стороны нормально удать да ничего ему не будет все идет фонарик не разобьешь конечно и на нету ни одного конечно есть у нас тоже леску при опустила колокольчик видимо звонил леску увело возможно есть налим светила выводить кто там есть идет туговато совсем видимо мелко но идет он тоже налим подходит так тоже килограммовик но что-то уже засыпать собирается но еще двигается двигается пока что так проверили закидушки здесь которые у нас стояли возле деревни по каменишнику пока попалась вот три штучки налима такие килограммовые где-то ладно ждем утра завтра пойдем проверять что друзья наступило утро проверим проверим посмотрим если улов мы снимаем поедем домой сегодня было холодно вот так вот перемена он даже на топках видно не знаю вам видно нет не видно топки белый ладно ладно идем знать улов погнали домой еще одна закидуха это увело посмотрим я на налим прям берегу подкинула и колокольчик да снимаю в карман лазит ну идет туго есть мелкий тоже все такие здесь стандарты вот ожил бляха-муха а сидел он за края губы совсем почти не держался уже скоро свалить собирался еще одна тоже маленько увело но не знаю может быть вчера так и забрасывал еще резко лишние оставалось могло просто увести вроде есть налим тоже небольшенький крупного пока нет это у нас не налим здесь у нас рыбаки вот думал налим ладно пойдем к следующей пришли к первым закидушкам который вчера устанавливал будем проверять смотреть если залим конечно должен быть единственное что доставать неудобно неудобно вот пустая и он дохлый Так, еще одна, еще одна, тоже пустая, тоже в юндоху. Так, еще одна закидуха, здесь затеп сразу, сходу даже не успел натяжку дать, минус крючок опять, опять минус крючок, а нет, да, минус крючок, а нет, да, минус крючок. Все, она закидуха, корягу опять затянула, в корягах сидит, бля, все в корягах. Здесь окунь попался, вон он идет, я думаю, кто в юнов долбит, а это вот окуня вот такие вот. Как-то он видал, хрена, что тут окунь. Что это, бляха? О, это пока смотришь. Здесь на спине это надо, на блесенье, да? В нема. снялась так, еще 1 закидуха, где-то совсем под берег его тянуло здесь кто-то есть у нас, валим небольшой попался оба-на валим небольшой все, можно отцеплять все 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 закидуху смотрю как доставать, а вообще под берегом все 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 Контейнер